Они помнят множество игр, песен и всегда знают, чем занять ребят. Находчивые вожатые очень востребованы в детских загородных лагерях. Сегодня лучшие из них собрались на территории Зеркального для участия в конкурсе профессионального мастерства. В первую очередь, конечно, нам нужно научить в условиях загородного лагеря работать нетрадиционно, работать интересно, работать новаторски. И этот конкурс демонстрирует, что, во-первых, есть люди, замечательные люди, которые умеют это делать, и есть люди, которые готовы передавать свой опыт. Оценивать умения и таланты конкурсантов жюри будет в разных номинациях. Педагоги, вожатые, воспитатели. Каждому из них есть что рассказать о своей работе. Я подготовил самопрезентацию, мастер-класс у меня и конкурс импровизация. То есть жюри нам дает задание, и мы будем импровизировать страницы истории. Итак, пошли по кругу, повторяем. Греба, кореба, плечи, усто, нос. Руслану Сорокину сразу заметно. Работать с детьми – его призвание. Он провел в роли вожатого лагеря «Чайка» только две смены, а уже номинирован на звание лучшего в этом году. Руслан делится впечатлениями. Когда вернется в город, будет что вспомнить о летней работе. На территории была игра «Лись и хвост». Нужно было спрятаться в нору, и тебя ищет отряд противника. Молодой человек спрятался. Долго мы его искали, до самого обеда спрятался он в камышах. Но к обеду, слава богу, вышел, потому что мы уже хотели буквально за территорию идти с вожатыми его искать. Но, слава богу, обнаружился. Конкурсные испытания продлятся два дня, после чего и станут известны имена лучших в своем деле. Организаторы и участники сходятся во мнении. Главный индикатор успеха конкурсанта – это радость и улыбки детей. Сами малыши с удовольствием участвуют в мероприятиях. Сегодня поддерживали участников, как бы готовились ко всему. Играли все. Марина Федорова, Андрей Глазерин, Андрей Бахарев, информационное агентство Курганру.